Интернет настолько дает свободу людям, что они уже теряют контроль над собой, особенно если люди не вравновешены. В сообществе, которое называется «Back in the USSR», то есть обратно в СССР, я опубликовал материал, который касается моего выступления публичного. Как музыканта, поэта, живописца, когда я давал мастер-класс, и тема была такая у меня – «Достоевские проповеди искренности». Ну, там выступали присутствующие и приглашенные, и я играл на фортепиано, и я читал стихи. И вот по всему поводу какой-то рассерженный человек написал, что это какая-то сборище шизофреников, дескать, там выступало. И все это можно было бы простить, если бы он не заносчиво тут же говорил «Это мои клиенты». То есть он себя выдает за врача и, наверное, является врачом. Он беспокоится, сделает себе рекламу, что вот, дескать, смотрите, как он быстро ставит диагноз. Значит, первый комментарий такой у него – «Мои потенциальные клиенты». Второй комментарий – «Досмотрел это все до конца». Вообще, милый человек, досмотреть все видео до конца – это, я считаю, что хорошо его рекомендуют. Потому что контакт какой-то с искусством происходил. Потому что если нет контакта, человек выключается, это не смотрит. Ну, может быть, он, конечно, и лукавит, и ничего он не смотрел до конца. И что же он пишет? «Досмотрелся до конца климовец на климовце, и климовца погоняет». Что такое клим, я не знаю. Но дальше раскрывается, что он хочет сказать. Впервые встреча на практике, слава «на» пропущена, предлог «на» пропущен, на практике с организованной шизофренией. Или сектой шизофреников. Но если он врач, он понимает, что они могут быть организованной шизофренией. Бывает, конечно, бред, индуктивный бред. Можно это называть, конечно, организованной шизофренией. Но все это, получается, как-то нагло и распущено. Да смотри, потом еще пишут, третье. Да, я стал комментировать то, что он мне писал. Если вы действительно врач, то вас можно привлечь по суду, дорогой Сергей Яковлев из Одинцова. Как можно сыпать такими оскорблениями врачу-психиатру? И думать, что за это не может быть никакой ответственности. Какой же ограниченный интеллект врача? Представляю, как он лечит. Лечение без интеллекта – это же медвежья услуга. Вот есть такая басня у Крылова. Как медведь камнем муху сгонял с олба у спящего крестьянина. Ну, разбил ему голову, да и все. Вот и вся басня. А ведь из добрых побуждений сгонял муху. Вот и здесь из добрых побуждений покритягивать искусство начинает просто публично оскорблять, ставить публично диагноз людям. Говорит, я врач-профессионал, а вот мой диагноз – это шизофрения. Да, так что можно себе представить, что у человека это малоинтеллектуально, но какая уже практика, если у него отсутствует ума. Отсутствие ума. Аргументов ведь он приводит в ноль. А оскорбил целый зал людей, которые общались с искусством. Ну, конечно, он. Он опешил от такого моего комментария и начал говорить уже человеческим голосом и человеческими интонациями, но характер, дальше неисправим он, срывается. «Требуйте корректности от меня в рабочее время», – пишет он. «А в выходные дни я могу позволить себе назвать вещи своими именами». То есть, в выходные дни он имеет право ставить диагноз публично и оскорблять этим диагнозом людей. «Тем более», – пишет он, – «если я буду сюсюкать, что, мол, мне непонятно это искусство, то вы будете лишь мыкать над моим скудованием». А в данном случае необходимо обратить ваше внимание на то, что если вы восторгаетесь этим, то у вас тоже есть проблемы с психическим здоровьем. Вам нужны аргументы? А? Начинают аргументы. Пожалуйста. Где вы видите искусство? В мазне на холсте, которое называют детским примитивизмом? Так я рисую на порядок лучше, но не называю себя художником. В литературных чтениях на тему Достоевского? Так я услышал лишь бредовые рассуждения о Достоевском, которые мне не дали никакой объективной информации о Достоевском. Музыкальной импровизации, на деле хорошо отрепетированное, чтобы не пугать слух какафонии. А, вопрос он ставит. Это что? На деле хорошо отрепетированное, чтобы не пугать слух какафонии? Так задумайтесь о идиотизме, тем их импровизации типа пыль звезд или дуновенье ветерка сквозь стебельки трав. Если не называть темой импровизации, кто-нибудь догадается, как называется импровизация в сознании автора. Да, на это я ему написал ответ такой, а как хорошо, когда малый интеллектуальный врач раскрывает свои карты неумного и агрессивного типа. Ну, дальше возникает вопрос, лечится ли у глупого врача Сергея Якулева из Одинцова, Московской области. У гневного критика и оскорбителя вдруг появился аргумент ничего подобного. Я так умею. Это не аргумент умного человека. Это повторение мнения обывателей. А дальше вопрос критика-хулигана, который полностью раскрывает его как наивного обывателя. Если не называть темой импровизации какой-нибудь, догадается, как называется импровизация в сознании автора кто-нибудь. И еще это в импровизации «Звездная пыль». Ну это же каким надо быть неумным человеком, чтобы не понять, что да, да, есть шедевр Бетховена, который издатель назвал «Лунная соната». Но ведь тоже никто и никогда бы не догадался, что эта музыка имеет отношение к Луне. Издатель лишь дал поэтический угол зрения. На самом деле в музыке ничего нет от Луны или лунного света. на этом основании всех людей обозвать, то есть оскорбить публично, с важностью врача-профессионала, шизофрениками или сектой шизофреников. Да даже если бы это было так, он обязан был бы молчать, так как есть медицинская тайна. Но у горя врача зуд хулигана, и он сыпет оскорблениями. Впервые встречаюсь в практике с организованной шизофренией или сектой шизофреников. Но это, знаете, просто компрометировать себя как врача, дорогой доктор Сергей Яковлев, и расписываться в полном непонимании искусства. Да, что же он пишет в ответ? Найдены ли какие-то аргументы, Сергей? Читаем. Сколько слов и ни о чем. И при чем тут лунный сонат, когда речь идет про название импровизации, на темы, которые обычными словами не объяснишь, я уже догадался, что задел чувства самого автора. Конечно, автор считает себя гением и светилом мудрости, гордится всеми своими творениями. Впрочем, среди них есть действительно достойные. Да, вот как. Спасибо. А для здравого человека автор зачатую, зачатую, ну, видимо, зачастую, он хочет сказать, несет галиматью и пишет откровенную халтуру. Уже успел познакомиться с другими роликами, которые вы выложили. Почитайте вот то-то работа гениальности помешательства Ламброза. Полагаю, что вновь есть там правду и про себя. Короче говоря, я наблюдаю очередное горе от ума. И расписываться в полном непонимании искусства, да, я в полном непонимании дегенеративного искусства. Ну, вот уже диагнозы он не ставит, он уже ведет себя скромнее, ну, так сказать, ругается. Искусство дегенеративное почему-то. Ну, ладно, не знает человек других слов кроме ругательных. Что же с ним поделать? На этом я отвечаю, дорогой малоинтеллектуальный врач и хулиган психопат. Вы позорите себя. Сергей Яковлев бросает тень на врачей. Вот вы сменили тон на более осторожны. Но соскальзывайте. То есть не контролируйте себя как психопат. И вырывается оскорбление. Называйте искусство на моем мастере-классе приглашенных мной людей дегенеративно. Не понимая, что это слово можно повернуть и против вас. Зеркальное. И в отличие от вас аргументировано это доказать. У вас малоинтеллектуальный доктор хулиган Сергей Яковлев из Одинцова. Ну дегенеративная логика, если говорить вашими словами. Лунной сонатой можно назвать музыку Бетховена, хотя музыка всегда абстрактное искусство. И никакой луны там нет. И без названия никто никогда не догадался бы, что соната лунная. А вот импровизация «Звездная пыль» по вашим вопросам выглядит так. Задумайтесь о идиотизме тем импровизаций типа «Пыль звезд». Если назвать тем импровизаций кто-нибудь догадается, как называется импровизация в сознании автора. Да, не догадается, дорогой доктор. Как и не догадается, слушаю лунную сонату Бетховена, что там есть луна. Ну у вас логика все в порядке. Но ведь это не повод называть искусство дегенеративным, сектой шизофреников, да еще уповать на свой профессиональный профессионализм, как врача. Публично проявлять свой профессионализм, как врача, и публично клеить диагноз. Вы не видите дегенеративности, идиотизма своего вопроса, если пользоваться вашим хулиганской технологией, и не видите, что компрометируете и профессию врача, и то учреждение, где работаете. Вот можно представить, как хорошо там лечат в некой больнице номер такой-то в Одинцово Московской области, где врач в кавычках Сергей Яковлев. Но если он так мало интеллектуально себя ведет, и хам, и хулиган к тому еще, поскольку ведь он с вредным диагнозом, я отвечу ему той же монетой, вероятно, агрессивный психопат. Такое впечатление. Какова же степень его заболевания, если диагноз ставит ему даже не врач, а обычный человек. То есть это вопиюще очевидно. Ну да, ну что, он же успокоился. Этот доктор в кавычках нет, не успокоился. Лунной сонатой можно назвать музыку Бетховена, хотя музыка всегда абстрактное искусство, и никакой луны там нет, и без названия никто никогда не догадался бы, что соната лунная. А вот импровизация звездная пыль похоже, помимо нарциссизма у вас развивается еще старческий маразм. Вот так. Еще один диагноз ставит доктор. Не успокоился. Импровизация это вид творчества, при котором заданные темы претворяются в музыкальную форму, которая будет ассоциироваться у слушателей заданной темы. Сильно сомневающие даже в вашей секции интеллектуалов кто-нибудь имеет хотя бы слабое представление о понятии звездная пыль. Хотя в астрофизике чаще используется термин мирзвездная пыль. Зато некоторые сразу начинают импровизировать на тему того, о чем имеет слабое представление. Бетховен в отличие от вас не импровизировал. Поэтому он был волен называть свои опусы как ему заблагорассуется. Кстати, название лунной соната принадлежит вовсе не Бетховену. И опять же название лунной соната ассоциируется с исполнением под луной, а вовсе не как музыкальное описание луны. Так что мой совет поменьше вы делаетесь на камеру для общественного обозрения, иначе после смерти попадете в качестве примера в работу кандидата наук психиатра. Ну вот, оказывается, он еще кандидат наук. Вот полезная информация. Ну что же, я ему отвечаю. Опять хулиган, малоинтеллектуальный врач ставит оскорбительный диагноз музыканту. Хронически агрессивный психопат доктор Сергей Яковлев, кандидат наук из Одинцова. Ну вот, старческий маразм приклеивает доктор своему оппоненту в споре. Ну, ведь можно спорить и спорить, привести аргументы, но не надо же говорить, дурак, кретин, не надо оскорблять, правда? А тем более оскорблять так профессионально. Врач ставит диагноз старческий маразм. И что же по его логике? Оказывается, заранее можно сочинять лунную сонату, в которой не будет Луны. Оказывается, ее надо играть при Луне. Такая у него ассоциация. Да нет, не так, дорогой. Хам и хулиган, а значит, и скверный доктор. Нельзя же быть доктором и психопатом, хулиганом, поскольку, как говорил основоположник медицины Гиппократ, от одной беседы с врачом должно наступать облегчение у больного. А здесь наоборот. Публично врач наносит травмы здоровым людям и может превратить в больного слабого человека. Ну, на самом деле, не надо играть музыку при Луне, как ваша ассоциация вам подсказывает. На самом деле, музыкальный критик Людвиг Рельштаб, я это выписал, все, в 1832 году, уже после смерти автора, он сравнил это произведение с лунным светом над Фир-Вальштеттским озером. И, знаете, никакой разницы принципиальной нет, между сочинением и импровизацией. Вот, когда человек говорит, он импровизирует, а когда он пишет, он лишь может отредактировать написанное. Но процесс один и тот же повествование. Бах импровизировал, и приезжали зрители смотреть и слушать. Бетховен импровизировал, наверняка наедине. Как можно сочинять? Не импровизируем. Вот, но это вовсе не повод врачу кандидату наук публично оскорблять диагнозом и публику, и музыкантов, секты жезофреников. Искусство их называть дегенеративным, оппонента оскорблять опять диагнозом старческий маразм. Ну, одно объяснение. малоинтеллектуальный врач не врач по сути, а только имеет диплом врача, если не шутит, а сам страдает агрессивной психопатией. «Излечися сам», говорили древние. И я, дорогой мой врач в кавычках Сергей Яковлев из Одинцова Московской области, жду от вас публичных извинений. Вы же меня публично оскорбили. или, может быть, вы желаете познакомиться с моим адвокатом в суде. Вот до чего доводит, когда люди ведут себя так бесконтрольно хамят, бесконтрольно, нагло оскорбляют других людей. Получается такая некрасивая история. Редактор субтитров